МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На финишной прямой город засеял красками акции марафон единства. Очень много, что в Бобруйске пройдет впервые. Какие сюрпризы готовят организаторы? В объятиях Мельпомены Бобруйс готовится принять Республиканский фестиваль национальной драматургии. Лучшее из лучших произведений. Почему не стоит пропускать события? Вниманию посетителей. Коммунальные службы призывают горожан соблюдать чистоту на кладбищах. Убрать листву и вынести ее в установленном порядке. Как поступить со строительными отходами? А также спорт на контроле и еще теплее. Ученые уверены, 25-й станет жарче своего предшественника. Как спастись от экстремальной жары? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Для людей глава государства ознакомился с реконструированными социальными объектами в Минске. Первый пункт на карте маршрута – стадион «Трактор». В обновленном спорткомплексе открыты два футбольных поля. Новыми красками заиграла и инфраструктура. На первом этаже – раздевалки, зал для пресс-конференций и медпункт. Также глава государства посетил парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября. Его реконструировали в 2024-м. Особое внимание – физкультурно-здоровительным объектам. Построены площадки для волейбола и мини-футбола, стритбола, скейтбординга, а также занятий на уличных тренажерах. Ну, должок у вас еще с Качановой, Талий Иванович, мотовелозавод. Да, готовим, готовим. Это очень важно, потому что социальные объекты хорошо, но надо производство, деньги зарабатывать где. Ну, говорят, что вы там… Мы на два года перед графикой идем. Ну, идете, но нам надо в этом году объект в основном… Да, может, для показа будет готов. Ну, не для показа, для работы должен. Уже идет установка оборудования. У нас 98 арендаторов, резидентов, которые работают. Они устанавливают оборудование, наладка идет. Ну, давайте договоримся, что мы их немножко подстегнем, чтобы они быстрее налаживали свое оборудование. Ну, и где-то к выборам народу подарим в январе месяце. Разговор затронул и дальнейшее развитие в столице сети велодорожек. Сейчас в Минске 293 километра. За следующую пятилетку планируется увеличить еще на 85. Таким образом, общая протяженность превысит 380 километров, что позволит из каждого микрорайона на велосипеде добраться до любой точки в городе. Будет интересно. Бобруйск вовсю готовится к масштабной культурно-патриотической акции «Марафон единства». Народный праздник развернется в каждом уголке города. О насыщенной программе, которая придется по настроению каждому – Елизавета Липеева. Замереть в ожидании. Взор бобруйчан уже не первый день привлекают красочные баннеры. В город на Березине едет самый народный проект. Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» 15 и 16 ноября обещает оставить в сердцах каждого незабываемое ощущение праздника. Организаторы уверяют – у них много сюрпризов. Бобруйск вообще будет выделяться, потому что очень много, что в Бобруйске пройдет впервые. Впервые сюда приедет заслуженный коллектив Республики Беларусь, президентский оркестр Республики Беларусь. Впервые количество предприятий, где побывает «Марафон единства», расширяется. Если в других городах это было одно предприятие, то уже в Бобруйске их три. Занимательная локация «Местом притяжения» станет интерактивная выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах», автор масштабной акции «Издательский дом Беларусь сегодня». Проникнуться экспозицией можно будет в Бобруйском художественном музее, а также 16 ноября на площадке перед Бобруйской реной. Выставка основана на проекте «Партизаны Беларуси». Она позволяет молодым людям прикоснуться к реальной истории Великой Отечественной войны. Проект создан с целью сохранения исторической памяти как одного из скрепов нашего единства, народного единства у нас в стране. Молодежи будет возможность не только прочитать представленные на выставке наградные листы и боевые характеристики, но и самим попытаться отыскать интересные сведения о своих родных и близких, которые участвовали в партизанском движении. Подарки на каждой точке маршрута. В рамках марафона «Единство» 16 ноября торжественно откроется новый арт-объект на улице Народного единства, 18. В субботу в 11 часов бобруйчане во всей красе увидят символичную композицию отражения и высоких ценностей семейных отношений и любви к родине. В этот же день в 12 часов у Ледового дворца БРСМ проведет городской квест «Это всё моё родное». Всем командам-участницам, которые представляют собой от 5 до 10 человек, мы предлагаем зарегистрироваться на сайте БРСМ-БАЙ, где возможно пройти по ссылке «Город Бобруйск» и оставить заявку для участия в данном квесте. Также организаторы предлагают выполнить домашние задания и получить фору в 20 баллов. В субботу возле Бобруйской рены с 10 утра до 10 вечера местом притяжения станут развлекательные площадки и фудкорты. Громкий аккорд масштабного праздника «Музыкальное шоу. Время выбрало нас». На главную сцену выйдут звезды белорусской эстрады. Сердца зрителей начнут биться чаще в 18 часов. Концерт будет наполнен, мне кажется, не просто артистами, а по вручанию узнают своих родных артистов, которые уже стали известными. Не будем открывать уже все секреты. Здесь будет особая сценография, той, которой не было в других городах. «Споем вместе» силой белорусского творчества удивят именитые артисты Белоруссии. Руслана Лехно, Алена Ланская, группа «Аура», «Белорусы». Все звездные карты будут раскрыты вечером 16 ноября. Концертную программу скрасит и слаженность творческой работы заслуженных коллективов страны. Среди двух десятков исполнителей есть и бобруйчане. Записали пост «Бобруйск, привет», и мы видим более 9 тысяч просмотров. Это говорит о том, насколько в Бобруйске ждут марафон единства. Самые теплые и искренние отзывы республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» собирает по стране 17 сентября. Такое точно нельзя пропустить. С подробной программой народного проекта можно ознакомиться на сайте «Боберлайф» и соцсетях нашего телеканала. Елизавета Лепеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Виват творчества в Бобруйске с 28 ноября по 3 декабря пройдет 9-й республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марцинкевича. Театр драмы и комедий на неделю станет мягкой творчества. Для артистов из разных городов Беларуси всего представлены будут 5 областей. Конкурсная программа порадует произведениями только белорусских драматургов. Конкуренция в отборочном этапе была серьезной. На участие в фестивале республиканского масштаба претендовали 24 спектакля. В итоге на суд зрителя и жюри предстанет 11 постановок. Мы постарались с экспертами собрать лучшие из лучших произведений, лучшие спектакли, которые идут на сценах разных театров нашей республики. Хочу пригласить от имени дирекции фестиваля, от имени организаторов фестиваля, жителей нашего города, гостей нашего города на настоящий театральный праздник. Республиканский фестиваль национальной драматургии, который пройдет с 28 ноября по 3 декабря включительно. Мы вас любим и ждем. Республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марцинкевича – уникальная возможность познакомиться с лучшими спектаклями Белоруссии, не выезжая из Бобруйска. Театральные коллективы во всей красе представят разнообразие тем и образов национальной, классической и современной драматургии. Соблюдать чистоту коммунальные службы призывают бобручан приложить усилия для предотвращения появлений стихийных свалок на кладбищах. Уход за могилой – дань уважения к усопшему и гарантия сохранения права на место с захоронением. В поле зрения на неделе попало крупнейшее городское кладбище. Здесь горожане оставили недалеко от контейнера опавшую листву и старые искусственные цветы. Специалисты своевременно убрали мусор. Для сбора на месте определены специальные площадки, где расположены более 20 контейнеров. Все это предусмотрено для поддержания чистоты и порядка. Правилами содержания и благоустройства мест погребения четко определена территория, которая должна упираться людьми. Для этого предприятиям установлено достаточное количество контейнерных площадок, контейнеров, куда люди могут убрать листву и вынести ее в установленном порядке. В коммунальном предприятии также обращают внимание граждан на отходы, которые остаются после проведения благоустройства захоронений. Строительный и иной мусор не входит в перечень повседневно вывозимого. Для его уборки посетители должны обратиться в службу для оказания платной услуги. Середина ноября. Холодно, ветрено. Осень прощается с белорусами. Прохладный антициклон диктует погодные условия в указанный промежуток времени. Что ждать от Небесной канцелярии 15 ноября, смотрите далее. Вслед за аномально теплым сентябрем и октябрем пришел непредсказуемый ноябрь. С каждым днем чувствуется дыхание зимы, которое подбирается все ближе. До конца недели жители города на Березине могут не опасаться резких похолоданий и существенных осадков. Температура будет колебаться в течение суток от минус 2 до плюс 3 градусов. Преобладать будет паспурная погода с редкими прояснениями. Поздняя осень – прекрасный период, когда необходимо обратить особое внимание на внутренний мир, посвятить время себе. И если сказать красиво и немного пофилософствовать, ноябрь – это месяц, когда природа тихо исполняет свою симфонию, готовит нас к новым обновлениям. До нового 2025 года осталось 47 дней. Климатические катаклизмы, как показал 2024-й, стали обычным явлением. А 2025-й и вовсе может стать самым жарким в истории человечества, заявил генсек ООН Антонио Гутерриш на полях 29-й сессии конференции по изменению климата. Он отметил, что в эпоху метеорологических катастроф системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары – это не роскошь. Они стали необходимостью. В Испании тем временем объявили эвакуацию из-за новой угрозы наводнения. Власти восточной и южной части страны закрыли школы и начали эвакуацию жителей из-за продолжающихся проливных дождей. Две недели назад на страну обрушилось катастрофическое наводнение, в результате которого погибло не менее 215 человек. В пятницу в городе на Березине будет облачно с небольшими прояснениями. Возможно, кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха от нуля до плюс шести. Ночью и утром слабый туман и гололед. Местами на дорогах гололедится. Ветер западный, умеренный днем, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от минус трех до трех со знаком плюс. Помните, собираясь утром на работу, не забудьте подобрать в вашем гардеробе вещи, которые помогут вам оставаться в комфорте. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. В каком состоянии находятся тявкающие от избрания Трампа новым хозяином Белого дома? Откуда пахнул ветер, расскажут испуганные прибалты. Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»